Следующий сценарий. Возвращаемся. Домой. Добро пожаловать домой. Как близко мы, спрашивает Аманро. Близко, говорит Аркантас. Принесите голову Гаргаренсиса. И вот тут просто вороны какие-то вылетают, и кто-то смеется. Это голова Кемсита на самом деле была, он притворился Гаргаренсисом. И тут Атлантида находится в крайне сложном положении. Как видите, у нас проблема. Установите базу на берегу. И по сути нам необходимо перехватить назад Атлантиду, потому что... К сожалению, она попала под влияние врага. Причем это влияние крайне разрушительное. Поэтому высадка сразу же. Возвращайтесь. Назад, Атланты. Ого! Гаргаренсис решил очень хорошо поприветствовать нас на этой территории. Нифига себе, ребята. Ой-ой-ой, ну что ж ты? Отводим, отводим назад. Ничего себе, вот это да. Вот это встречка такая себе добродушная получилась. Блин. Жестко, конечно. Нам главное высадить всех. Потому что сейчас прибудет враг и начнет нас лупить. Ого! Вот это тут у нас зоопарк самый натуральный прибыл. Какие угодно. Существа мифологические, как вы видите, высадились на этой территории. И теперь наша задача это подавить врага. Враг тут расстроился довольно-таки нехило. Атлантические стены, насколько я вижу, более укрепленные. Даже колосс на нашей стороне. Особо колоссов я на своей стороне не успел. Попробовать, помните, была миссия. Там колоссы создавались и были на другом берегу, но провести их было невозможно фактически. Хоть здесь с одним колоссом поработаем. Так, ну и что? Нам необходимо здесь вбить вражеские гарнизоны и начать... Ай-яй-яй, крестьян-то у нас совсем много. Хотя бы они построили бы поселение, иначе мы вообще останемся без средств к существованию. Ого, а там еще башни. Там они расстроились. Что и хорошо за такими серьезными укреплениями. Это для нас плохо. Это не соответствует нашим планам и никак не может радовать. Ого, вот супер. Не-не-не-не, ты что делаешь? А тут бедный Аркантос-1 бьется против башни. Так, а вы что можете принести? Какой нам... Бонус. Ого, еще и убили Аркантоса, супер. Давайте я вас с помощью кораблей воскресим. А это, кстати, это герой, Арго, Шип, он герой. Ничего себе, то есть он тоже будет воскресать, или как? Этот героический корабль. Так, зоопарк наш весь объединить. Плохо, когда зоопарк, трудно определиться, как эффективнее расходовать вообще войска. Ого, но тем не менее, вот такая дальность меня очень сильно радует. Башнями разобрались. Нет, с одной башней сейчас разберемся. Ага, еще тут врата есть. О, и защитники. Причем защитники очень такие серьезные. Необходимо спасти Атлантов в как можно большее количество. То есть у нас есть раз, два, три, четыре, пять, шесть точек, которые необходимо освободить. Хорошо, будем потихоньку продвигаться в этом направлении. Ну, а здесь расширяться. Хорошо, ведь поселение уже построили. Теперь необходимо заказать крестьян. Максимальное количество. И расстраиваться дальше. Расыстраиваться. О, убиты, хорошо, перескочили. Так, жаль, эти ребята не могут ничего утупить. И давайте врата бейте. А эти что тут? Ну, давайте, давайте, уже пробивайтесь. Ого, еще. Вот это да, вот эта граница сопротивляется хорошо. Устраивает серьезное землетрясение нам. Давайте спасать этих поселенцев и сматываться отсюда. Ага, это так легко сказать. Еще сколько пунктов необходимо опорных преодолеть. Нифига себе. Да, тут миссии пошли такие серьезные. Особо здесь не расслабишься. Наверняка. Причем ресурсы наши уже уменьшаются. А солдат осталось вообще мало. И существ мифологических, которыми можно наносить ущерб. Ого, враг заметил наше прибытие. Не очень сильно. Ой-ой-ой-ой, да они сейчас нас и завалят. Ой, и Аркантаса вообще завалили, блин. Захлебнулось наше наступление, по ходу дела. Теперь придется заново все делать. Ну, хоть это позволит уничтожить какие-то вражеские укрепления и здания. Чем больше мы их уничтожим, тем меньше у нас будет напор. И раз уж мы начали эту миссию, то продолжаем говорить о религиях. Мы говорили о роли христианства, о том, что была и положительная и отрицательная роль. Тем не менее, христианство, как основная религия человечества, и самая распространенная религия, и самая больше повлиявшая религия на всю историю человечества, она очень сильно связана, как я уже упомянул, с иудаизмом. И иудаизм, именно оттуда произошли истоки. Ну, если берем так по религии, иудаизм это Ветхий Завет, христианство это Новый Завет. То есть, учение Иисуса Христа, которое он проповедовал, изменяя иудаизм больше в сторону гуманизма. То есть, больше проповедуя прощение, в частности, грехов, терпимость, опять же. Хотя, эту терпимость, как вы знаете, в Средние века очень интересно истрактовали. Но необходимо всегда помнить, что официальная церковь, будь то католическая или православная, и их учения, они имеют мало общего с самой Библией, с Новым Заветом и с учениями Иисуса Христа. Все, кто читал Новый Завет, прекрасно знают, что церковь христианская, любая православная, и католическая, имеют определенное расхождение. Эти расхождения появились в результате слияния язычества с христианством. То есть, в учение Иисуса Христа было добавлено очень много от других религий. От религий языческих, чисто языческих. Таким образом, выходит, что протестантизм, он даже ближе получается к учениям Иисуса Христа. Хотя, опять же, смотря какое течение. Вы прекрасно знаете, что протестантские течения, их просто громаднейшее множество. Существует сотни и даже тысячи, но около 500 основных и намного больше других второстепенных. Буквально там в Штатах, если возможно смотрите какие-то фильмы или сериалы о жизни, там есть даже города, в которых есть поселение, там несколько домов, где живут верующие одной секты. И они верят по-своему в какой-то свой вид особого христианства. То есть, разветвление буквально идет по городам. Такие сектанства себе, своеобразные. И вот это вот отличие, собственно говоря, католической и православной церкви, оно происходит оттуда, что в Римской империи необходимо было и в те государства, которые существовали и строились после Римской империи, необходимо было идти на компромиссы. На компромиссы с родным этническим населением или с теми верующими, которые могли веровать других богов. Например, те же самые празднования Пасхи, Рождества, в них обычаи все, практически 100% всех обычаев. Ёлки, печь пасочки, яйца, куличи, это все языческие, чистейшие воды, языческие обычаи. И эта информация, причем, никем не прячется, нет никакой тайны от этого. То есть, любой желающий может посмотреть, откуда произошла та же Пасха и яйца. Это, опять же, связано с мужскими гениталиями, которым поклонялись на определенных территориях, ну и так далее. В этом направлении можно мыслить по всем вот этим христианским обычаям, так называемым христианским обычаям. То есть, необходимо запомнить, что раннее христианство и то христианство, которое существует сейчас, оно кардинально отличалось. А эпоха реформации, безусловно, она пришла к тому, чтобы приблизить христианство традиционное, которое было в средние века. К христианству более раннему. То есть, больше индивидуальное отношение с Богом, меньше посредничества, ну и, собственно говоря, больше изучения своих писаний, а не проповеди каких-то отдельных личностей. Хотя потом оно перешло, безусловно, и на личности. Тот же самый кальвинизм был основан на личности Кальвина, ну и другие тоже протестантские течения, они очень часто и в такой завуалированной мере преподносят, превозносят своих учителей. Хотя это мало чем отличается от науки, вы знаете, что вообще в любой сфере есть свои кумиры. Есть свои кумиры в кинематографе, есть свои кумиры в науке, в искусстве, везде вообще, в любой сфере человеческой деятельности есть лидеры, которым подражают. А все потому, что у человека так психика сложена с древних времен, что ему необходимо иметь пример для подражания. Это все из наших стадных корней происходит. Ну что ж, мы здесь смогли как-то немножечко разобраться с врагом, расчистить территорию, хотя натиск постоянно усиливается. И этот натиск очень сильно мне не нравится, потому что не позволяет адекватно... Ага, мы с этой стороны могли бы тут подплыть. Ну да ладно, я не буду завязываться, потому что, как видите, вражеские юниты очень сильно и неуважительно к нам относятся. А экономика очень сильно паршивая. Христиан мало, войск мало, населения мало. Вот так-то вот. Безусловно, тема религии, не только христианства и остальных религий, она гораздо шире, чем я о них рассказываю. Рассказываю, это отдельная тема, которая будет, несомненно, покрыта в определенных прохождениях каких-то игр. Но вкратце, вот такая вот характеристика христианства как основной религии человечества. Несомненно, если говорить о будущем, то она будет дальше развиваться, дальше приспосабливаться к потребностям науки. Религии будут исчезать, появляться, традиционные, безусловно. Либо будут трансформироваться и становиться прогрессивными, идти на уступки современным представлениям о мире. То есть раньше, если верили в какие-то там черепахи или в том, что Земля в центре Вселенной находится, то сейчас, конечно же, церкви пришлось идти на уступки и приспосабливаться. Если дальше она будет так делать, то она выживет. Если нет, она отойдет в прошлое, как и другие древние религии. Хотя в любом случае, роль религии уменьшается, и это очень хорошо. Несмотря на все предприятия. Хотя как хорошо, тут тоже спорный вопрос. Для некоторых этнических групп, например, даже для территории бывшего СССР, это, возможно, даже и плохо было. То есть атеизм в какой-то мере не стал той опорой, которая помогла пережить вот этот вот кризис после распада СССР. Религия, возможно, бы помогла. Поэтому многие обратились в 90-е годы к протестантским течениям. Это было очень сильно распространено. Сейчас чуть-чуть меньше, потому что ситуация материальная выправилась. Тем не менее, если бы была религия, были бы какие-то моральные устои. К сожалению, сейчас идет полная деградация, и это вина родителей, а не детей, между прочим. Они не смогли привить правильные ценности. Потому что чистое зашибание бабла, вот есть единственная ценность на пространстве бывшего Советского Союза. Но хорошо, что есть такая штука, как интернет, и умный человек может там найти для себя опору. Опять же, это отдельная тема в отношении влияния интернета. Но сразу же упомяну, что влияет интернет плохо только на тех, кто сам по себе гнилой. И, соответственно, получил гнилое воспитание. А если у человека все нормально с умом, если он соображает головой, если он думает, а не ленится это делать, тогда он приходит к правильным выводам. И ограничивает себя той информацией, которая действительно интересна, полезна и положительно влияет на его жизнь. А не смотрит разную чушь. Слушает, смотрит, читает. Собственно говоря, много источников передачи информации сейчас существует. Как вы видите, у нас выходит так, что мы потихоньку продвигаемся, шлем подкрепления на то, чтобы преодолеть нападение врага. Но враг сам не дремлет. Он постоянно тоже старается нам. Ой-ой-ой. Вот здесь, кстати, наше нападение, по-моему, очень сильно захлебывается. И, к сожалению, к сожалению, я бы сказал, что наши силы быстренько истощаются. У нас просто-напросто нет уже возможности для натиска. Поэтому необходимо подкопить количество необходимое войск. И потом уже окончательно добить все эти контрольные точки. Кстати, насколько я помню, это предпоследняя миссия. Здесь, на остров, вы видите, я вывожу выживших атлантов. Отдельно мы кого-то освободили, но это очень маленькое количество. Ой-ой-ой. Да, циклопы вообще. Эх-эх-эх, циклопы, к сожалению, нас вынесут. Да, все, войско наше вынесли. Теперь у нас точно нет никакого потенциала. И пищи мало, ресурсы. Все очень плохо. В общем-то, нужно время для того, чтобы сосредоточить определенные усилия в нужном направлении. И хотя бы перейти, может, в другой век тоже. Что касается других религий. Если сразу же обратиться к мусульманству, вы видите, какие плоды они приносят. Хотя, насколько я вижу, у мировых элит есть определенный план по тому, чтобы объединить все мусульманские страны под единым руководством богатых мусульманских стран. Как вы знаете, это страны нефтедобывающего региона, вообще такого ресурсного региона. Это Саудовская Аравия, это Объединенные Арабские Эмираты, ну и другие такие шейхские государства, которые питают определенные политические, геополитические амбиции. И в результате нацелены на то, чтобы починить себе весь мусульманский мир, превратить его в единый мусульманский, возможно, мировой эмират. На пути этом есть определенные у них препятствия. Это Сирия, Иран. И как раз последние арабские революции, в частности, все события, которые сейчас происходят из Сирии. И, безусловно, они в определенной мере обязаны своим появлением именно вот этому вот плану. Этот план, безусловно, приведут в исполнение. Я бы сказал, что это положительный план, пускай так оно и будет. Потому что ислам, исламские страны, особенно Сирия и Иран, это страны для издевательства над людьми, честно говоря. И, причем, крайне печально, что определенные страны в мире, они, ну, хотя, опять же, эти страны такого и есть, как, ой, 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 там нас убили-то и все. Ну что же, у нас войско чуть-чуть подкапливается, население все-таки подросло за последнее время. Давайте усиливать все это дело и воскрешать наших героев. Продолжать натиск, расширяться. Так вот, и это издевательство нужно прекратить. А прекращается, как вы знаете, оно одним и тем же способом. Вот многие говорят, произошла арабская весна, революция, что она дала, какую же она дала демократию, Египте, беспорядки, все такое. Ну, как вы понимаете, во Франции тоже, после Великой Французской революции, очень долго все не утихало, и, тем не менее, сейчас они живут хорошо. Это процесс очень долгий, он идет буквально веками. В частности, процесс цивилизации, оцивилизовывания, то есть определенных демократических ценностей в странах бывшего СССР, он тоже идет очень долго и будет идти еще очень долго. Это взяточничество, коррупция, кумовство. Это все присутствовало и в западных странах, и они все это пережили, и пришли к определенной эффективной системе управления. Ну, в той мере, в которой это возможно. Нет абсолютно эффективной системы управления. Поэтому это все постепенно происходит и будет происходить дальше. А те деструктивные силы, которые направлены на архаические формы управления, на спевание одного культа личности, в общем-то, они отойдут в прошлое, это неизбежно. Это динозавры, которые обязаны умереть, и, слава богу, туда ему дорога. Другое дело, что мы, к сожалению, до этого вряд ли можем дожить, и на нашу долю может прийтись определенная нестабильность. Но как это касается религии? Да очень просто. Опять же, мусульманство. Очень реакционная религия, которая направлена на неуважение ко всем остальным. Изначально это было заложено в них, хотя те мягкие формы мусульманства, которые сейчас существуют и развиваются, причем хорошо, что они развиваются, в частности, активно. Можно сказать, что тот реакционный, то реакционное мусульманство, которое сейчас есть, это последняя вспышка. Вспышка того, что многие века порождало огромное количество конфликтов. И рано или поздно эта вспышка затухнет. Все равно придется мусульманам приспосабливаться к современному обществу, все равно придется мириться с другими людьми, потому что им бок о бок с ними жить. Им придется понять, что те традиции и обычаи, которые они исповедуют, они не являются главными, они являются лишь для них главными. Для остальных они могут не значить ничего, вплоть до того, что оскорблять их. Потому что мусульманство очень архаическая религия, она более архаическая, чем христианство. Если уж на то пошло дело выбирать между мусульманством или христианством, безусловно, христианство намного более положительное, эффективное и лучше повлиящее на историю человечества. Мусульманство, конечно же, человечеству ничего хорошего особо не принесло. Тем не менее, религия-то есть, в нее верит огромная куча людей. По сути, это является второй религией в мире по количеству. И с таким количеством нельзя не считаться. Хотя сама по себе религия, опять же, произошла от иудаизма. Имеет определенную смесь с христианством. И в результате, на основании вот этих вот иудаистских корней, приобретя еще военное направление определенное, она стала очень сильно реакционной. Как вы знаете, иудаизм, он нетерпим, ислам нетерпим вдвойне. В результате получается так, что вот это вот огромное количество мусульман во всем мире, оно заставляет на себя очень много обращать внимания, считаться собой. И, конечно же, привлекает новых и новых членов в свои, можно сказать, сети. В то время, как христианство не сильно расширяется. Но происходит это за счет, как вы знаете, опять же, рождаемости. В бедных мусульманских странах рождаемость большая, размножение происходит очень быстро, и, соответственно, все новые и новые члены рождаются в узах этой религии. Другое дело, что реакционизм этот мусульманский, его необходимо преодолеть, его необходимо полностью истребить, потому что ни к чему хорошему это, опять же, не приводит, как вы видите. Есть выход, безусловно, запереть этих фанатиков, пускай они себя сами поубивают, пускай они там что хотят делают со своими женщинами, детьми. Но, к сожалению, так не получится. Мусульмане, как вы знаете, живут бок о бок с нами, хотя те мусульмане, которые живут бок о бок с нами, они считаются. Им приходится считаться с остальными людьми. И они уже, можно сказать, более цивилизованные люди, безусловно. Это не те, которые там в Афганистане забивают камнями женщин, которые учатся в школе. Это, безусловно, уже более образованная версия. Это также такое же самое сравнение, как сравнивать... Хотя нет, сравнение здесь неуместно. Это будет, наверное, даже более запутанно. Но скандалы будут продолжаться, это процесс очень долгий, религия сложная штука, и пока люди все не будут достаточно образованными, они будут верить, в частности, в разные глупости. Но хотя бы, чтобы эта вера не мешала, их вера не мешала жить другим, и чтобы эта вера не была навязана, не вызывала конфликты. Тогда вера вполне приемлема, и даже часто положительна. Я уже об этом неоднократно говорил, для некоторых людей это единственный выход в их, возможно, безнадежной или какой-то сложной жизни. В основном мусульмане это, конечно же, Африка. Это, вы знаете, арабские страны, чисто арабские страны. Это также и Бангладеш, это частично и в Индии. В Китае успешно борются со славой, как и с остальными религиями. Причем это делают в очень жесткой форме, и поэтому туда не допускают. И, с одной стороны, это хорошо. Хотя такая же точно борьба идет и с христианством. Насчет, хорошо это или плохо, это еще, конечно, спорный вопрос, потому что в Китае свое особое отношение и к людям, и к идеологиям. Но вышло так, что чисто мусульманских странах живет только 18% этих самых мусульман. Остальные распределены между другими странами. В частности, очень много этих ребят в Европе, в России, в частности, немало. Также в Казахстане, да и в других странах. Собственно говоря, вообще, мусульманство распространяется очень сильно благодаря эмигрантам. Как вы заметили, я не вдаюсь в отношении, рассказывая о религии, в отношении их основных учений. Это отдельная тема, по каждой религии стоит проходиться отдельно. И, скорее всего, мы это сделаем в определенный момент. Ой-ой-ой. Такие нападения мне, конечно же, очень сильно невыгодны, ребята. Вообще, мы медленно продвигаемся. Меня это очень сильно раздражает. Блин. Пора бы заканчивать с этим всем делом. Надо поднапрячься и ребят выбить. Из седла. Это возможно только благодаря натиску. Опять же, из всех этих пяти точек на нас ведется наступление. Оно истощает постоянно наши ресурсы и оттягивает победу. Причем, видите, они вплоть до того, что посылают одного единственного героя. Чтобы дразнить нас, троллить фактически двух героев. Ой-ой-ой. Да нет, я очень сильно ошибся. Не-не-не. Далеко не двух, не трех героев. Кстати, обратите внимание, вот такое вот выматывание, оно не позволяет нам построить больше селений. У нас не хватает просто-напросто ресурсов, не позволяет нам перейти в следующий век. Зон нападения очень много. Постоянные, постоянные мелкие атаки, они истощают. О, да здесь еще у них хороший такой центр для закрепления. Ну ничего, мы потихоньку будем их выдавливать. Я надеюсь, все будет окей. В общем-то, версия лайт, мусульманство вполне устраивает весь мир. Пускай она существует, пускай будут мусульманские страны, пускай мусульмане там и живут, собственно говоря, и пускай они себе верят во что угодно, лишь бы это не приводило к реакционным взглядам на жизнь и в отношении других людей. К сожалению, я сомневаюсь, что эта проблема решится хорошо, мирным путем. В Европе очень большой процент мусульман. В России, в частности, тоже очень много мусульман. И эти конфликты, они будут усугубляться. Могут привести к очень кровавым столкновениям. Что интересно, в Штатах, где эта проблема ставится во главу угла, мусульманство, терроризм, это практически равноценность, равнозначно. Мусульман не так уж и много. Штаты являются одной из самых менее исламизированных стран мира, между прочим. Вот такой вот интересный расклад. А для остальных стран это действительно проблема, им стоит задуматься над этим. Поэтому, поэтому, если сравнивать ислам и христианство, опять же, я уже говорил, что наша тема это сравнение, всех религий, то христианство намного более положительная религия, чем ислам. Потому что плоды ислама, они весьма печальны. Хотя вы скажете, что христианство, оно породило намного более, большее количество печальных плодов. На самом деле нет по процентному содержанию влияния религии на историю человечества, и по тому ущербу, который был принесен, христианство более положительное, потому что благодаря христианству возник гуманизм, который привел, опять же, к уважению и защите прав детей, матерей, тому же уравниванию всех прав. Если смотреть в разрезе истории, то, конечно же, христианство, как самая влиятельная религия, она принесла больше пользы, чем вреда. Хотя, тема крестовых походов, безусловно, интересна, и рассмотреть ее интересно отдельно. Но, наверняка, я это буду делать, когда буду проходить... средневековье. Тотальная война. Средневековье. Medieval Total War. В общем-то, это то, что по поводу ислама. Далее. Далее это индуизм. Остается такая религия, как индуизм. Собственно говоря, отдельная религия от христианства и ислама. Если христианство и ислам связаны в какой-то мере, переплетены с тем же иудаизмом, опять же. Иудаизм, кстати, давайте сразу же иудаизм обсудим. Об иудаизме я уже говорил. Реакционная религия, нетерпимая религия. Множество ее направлений, которые сейчас возникли. Хотя они являются, можно сказать, мононациональными. То есть, иудаизм это чисто еврейское. Можно сказать, вера в нее особо никто другой не добавляется. Иудаизм не расширяется. То есть, вера такая архаическая, которая постепенно все-таки отмирает, угасает даже в самом еврейском государстве. Это религия, не сказать, чтобы очень сильно, особенно ее реакционные движения популярны. Поэтому иудаизм стоит рассматривать его значение только в разрезе истории. Безусловно, в разрезе истории это самая значимая религия в истории человечества, так как повлияла на создание христианства и ислама. И причем самым прямым образом. По сути, история иудаизма это 3000 лет. Очень бурных событий. Преемственности. И как этно-религиозная группа иудеи, это, безусловно, очень сплоченная община. Хотя их мало. Их всего лишь около 14 миллионов. Тем не менее, эти 14 миллионов, они несут в себе наследствие от того, что вылилось в 2,5 миллиарда. То есть, если мы говорим о христианстве, то христиан во всем мире 2 миллиарда 100 миллионов человек. Как вы понимаете, это просто огромное количество. Сюда входят все христианские религии, и католичество, и православие. Все, протестантизм, другие какие-то отклонения, которые тоже верят, основываются на Библии, на веровании в Иисуса Христа, единого Бога, как бы они его там ни называли. И эта религия преобладает во всем мире. Но иудаизм 14 миллионов. Сами понимаете, что религия реально находится на своем закате. То есть, в состоянии исчезновения. Что можно сказать по поводу индуизма? Вернее, ислам. Опять же, я по статистике ислам. В исламе около 1,5 миллиарда человек верят в ислам. То есть, вторая религия по численности. И индуизм, индуизм, третья религия, почти 1 миллиард. Миллиард человек. 1 миллиард. Безусловно, почти все живут в Индии. Ну, еще там в Непале. Ну, и в других странах, где там иммигранты переехали. Соответственно. Индуизм особая религия, отдельная религия, которая развивалась в своей ограниченной области. То есть, фактически в области Индии. И тех государств, которые находятся вокруг. И, по сути, наименее реакционная из всех религий. Хотя нареканий на нее много. Это весьма раболепская религия, которая исповедует кастовость. То есть, разделение общества на определенные слои. На бедных и богатых, опять же, по положению. Плюс религия, безусловно, очень разветвленная. Очень разветвленная. И, несмотря на то, что она наименее реакционная, у нее есть, безусловно, и воинственные последствия. То есть, например, различные течения, они воюют друг с другом. Есть такое, это происходит. Плюс, индуизм самая древняя в мире религия. И еще один. Не плюс, вернее, а то, что есть в индуизме. Это религия самая разрозненная. Нету единого учения, нету единого храма, нету единого канона, по которому живут индуисты. Есть множество различных текстов, начиная от Веты, заканчивая Бхагават-Гитой. Есть множество религиозных культов, положений, каких-то вероучений. Дхарма, карма, сансара, мокша, йога. Собственно говоря, в каждой территории индуизм очень сильно отличается. Опять же, поклонение различным богам в индуизме отличается. По сути, это не монотеистическая религия, а политоистическая. То есть, верование во множество различных богов и течений. И, в принципе, считать индуизм единой религией весьма сложно, потому что различие колоссальное между некоторыми даже течениями. И, исходя из этого, наименьшее влияние на историю человечества. Хотя, сами течения индуизма они весьма интересны. Интересны ввиду того, что это самая древняя религия. И в разрезе истории она очень много нам говорит о древних людях. Именно с той точки зрения, что она образовалась отдельно от европейских, евро- даже азиатских, возможно, религий. И развивалась отдельно. Весьма отдельно. Поэтому рассказывает нам о весьма древних племенах. Несет в себе, между прочим, наверняка, истоки того времени, которое было еще до последнего ледникового периода. Около 10 тысяч лет до нашей эры, который произошел. Опять же, я уже говорил, что об индуизме можно говорить бесконечное количество времени. Религия интересная ввиду своих разрозненных верований, ввиду своих даже священных писаний и древнейших свитков, которые описывают весьма интересные элементы. Вплоть до того, что некоторые трактуют их как свидетельство существования древних времен определенной инопланетной цивилизации на нашей Земле. Ну что ж, мы расправились с несколькими точками, освободили наших атлантских ребят, и вот теперь у нас есть возможность быстренько телепортировать наши войска. Кстати, не воспользовались еще ни одним чудом. Это затянулось весьма, я бы сказал. Хочется побыстрее уже закончить с этим. Тем не менее, наше преобладание очевидно над врагом. Меньше атак стало, и чем больше мы территорий завоевываем, тем меньше контратакует враг. Хотя натиск постоянно не спадал. Как вы видите, постоянно была определенная напряженность, особенно в самом начале, где-то даже больше посередине. Было много проблем с этими ребятами. Не постоянно старались подавить наше нападение. Еще интересно исследовать представление индуизма о богах. Оно очень сильно разветвленное. Вообще, понятие бога, у них есть такое понятие, как аватара. То есть, бог вселяется в различные личины, и в зависимости от этого, он может быть добрым, злым, мудрым, корыстным. То есть, такое вот разветвленное, интересное представление о типах, как бы, личностей, которыми может являться бог. Весьма отличается, как вы знаете, от... Ой-ой-ой, вот это они... Вот это Гаргаренсис нас решил подбодрить немножечко. Ну, зато ребята перебрались за врата некоторые наши. Ай-яй-яй-яй, а что ж на такой большой территории? Ничего себе у него Армагеддон валит. Плюс вот эти вот индуистские учения, как вы знаете, карма сама же, учение о карме, учение, опять же, йоги, как самосовершенствование тела и духа взаимного. Оно крайне популярно сейчас. То есть, это модно, можно сказать. Несмотря на то, что индуизм, по сути своей, на саму историю человечества повлиял в небольшой мере, тем не менее, вот эти вот модные веяния и течения, они влияют. Они, как бы, они более приятны к сердцу, допустим, даже тех же самых ученых, каких-то людей, которые любят больше свободолюбия. И многие считают, что индуизм в какой-то мере, по своим учениям, хотя бы не по своим традициям и обычаям, поклонениям, а по своим учениям наименее раболевская религия. В отличие от того же иудаизма, от того же христианства или ислама, который, ну, ислам, само собой, наиболее раболевская религия. Который требует абсолютного подчинения. Плюс у индуистов весьма свободные культы. Поклонения, как я уже говорил, они разветвлены, у всех они разные. И говорить об этом тоже интересно. Но это отдельная история, которую мы затронем потом. Но если в сравнении взять, то индуизм, как я уже говорил, наиболее разрозненная религия, наиболее свободная в отношении поклонений и культов, и наиболее неопределенная. То есть весьма размытая религия, в которой нету конкретных канонов, конкретных запретов, разрешений. И, в общем-то, безусловно, приходится эта религия в основном на Индию. То есть там 80% населения это индуисты. Ну, а в остальном, конечно же, там тоже есть мусульмане, есть и христиане, ну и остальные религии. Все, мы добрались уже до основного ихнего. Кстати-кстати, насчет их и ихней. Получается, ихней вполне себе принятая и в русском языке разговорная форма. Так что, кто-то когда-то там не говорил, не говори ихней, говори только их. Ребята, я хотел бы сказать, что я, например, обладаю знанием литературного русского языка. Но это не значит, что я буду фанатиком русского языка или граммарнац или еще кем-то. Ага, мы победили, все. То есть, вполне принятое слово разговорное ихней, я все-таки буду и дальше спокойно употреблять.